Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Сегодня у нас не совсем обычный эфир. Сегодня мы решили провести мини-круглый стол в нашей студии, а посудить такую злободневную и крайне актуальную тему, к сожалению, актуальную и, к сожалению, злободневную, тему расцерковления. Почему современный христианин, тот, который вчера еще был в церкви, был действенным членом какой-то общины, выходит из церкви и даже об этом не сожалеет? — Поговорим об этом с нашими гостями, экспертами, с ректором Самарской духовной семинарии отцом Максимом. Здравствуйте, батюшка! — Добрый день! — И с клириком Кирилла Мефодьевского собора, с отцом Максимом Соколовым. Здравствуйте, батюшка! — Здравствуйте! — Ну, сразу для наших гостей поясню, что пригласил вас я, именно вас, не случайно, потому что в той или иной степени вы занимаетесь подрастающим поколением, отец Максим занимается подрастающим поколением священников, кует кадры, так сказать, будущего священства. Отец Максим является директором духовно-просветительского центра Кириллица и занимается с детьми, но еще, кроме всего прочего, в прошлом имеет психологическое образование, психотерапевтическое. — Медицинская психология. — Медицинская психология. А тема действительно злободневная, потому что, ну, сейчас мы видим, и люди, как бы, этого даже не скрывают, признают тот факт, что налицо какой-то кризис веры. Сразу скажем, что, может быть, это не столько связано с кризисом церкви. Вот в свое время услышал я интересное замечание Олеси Николаевой, известного публициста и православного писателя, который сказал, что первые расцерковившиеся, первые ушедшие, да, это были Адам и Ева, Гаин и Авель, Иуда, и уходили они, собственно, не от института церковного, а уходили от того, кто есть свет, от того, кто есть источник жизни. И поэтому не всегда уход человека из церкви связан именно с какими-то изъянами церковными. Вот мне бы хотелось сегодня, ну, и для наших телезрителей сразу проясним, что у нас будет некоторый цикл, как всегда, встреч, достаточно тема обширная, и хочется к ней с разных ракурсов подступить. Мы еще два раза с вами будем встречаться и продолжать этот разговор. Но в целом магистральную тему хочется обозначить, что хочется ответить на два вопроса, насколько нам позволит эта передача, да, на извечные два русских вопроса. Кто виноват? И самое главное, что делать? Ну, и для начала дадим духу академизма немножко здесь развиться, да, разберемся с понятиями и дефинициями. Наверное, первый вопрос будет к отцу Максиму, как к церковному историку, вообще и литургисту в том числе. Что такое вообще воцерковленность? Ну, этот же вопрос может быть и к отцу Максиму потом, следом, да, если что-то дополнить. Что такое вообще воцерковленный человек? Кто такой воцерковленный человек? Потому что понятие вроде существует, но оно крайне размытое. Где протекают эти границы церкви? Ну, я соглашусь, во-первых, с тем, что понятие действительно размытое. Но оно не то чтобы размытое, оно вообще само по себе сложно очень. То есть нам очень сложно какие-то такие предельно жесткие, особенно юридически оформленные границы. То есть всегда, когда мы пытаемся ввести какой-то такой юридизм, то получается что-то такое нежизнеспособное и неправильно. Но в любом случае, если говорить о воцерковлении как о неком процессе, то есть я бы все-таки его не воцерковленностью, как неким статичным состоянием. Это процесс, который, ну, наверное, он длится. Я даже не хочу говорить о том, что когда-то наступает ему предел, и можно сказать, что вот человек там воцерковленный, и все. И дальше как бы движение. Но это процесс становления. И вот если говорить так высокопарно и возвышенно, то по большому счету, самой такой большой глобальной целью воцерковления является введение человека вот в эту полноту жизни с Христом, в первую очередь. Именно поэтому это сложно каким-то образом, я думаю, что т.е. Максим меня тоже поддержит. Это сложно каким-то образом юридически ограничить. То есть каким-то набором внешних. То есть вот можно, конечно, пытаться, что воцерковленный человек – человек, который соблюдает вот это. Воцерковленный человек – человек, который соблюдает вот то. Или он там, значит, за каждое воскресенье причащается. Или не каждый. То есть это все равно будут какие-то очень-очень условные рамки. А в таком богословском смысле, в глобальном, то есть задача воцерковления, то, чтобы человек стал подлинно верным, да, и подлинной частью церкви Христовой, его жизнь во Христе соответствующими, ну, с принесением соответствующих плодов, с наполненностью жизнью Духом Святым, его жизнью. А мы эти плоды знаем. То есть вот если нужно, наверное, я так думаю, да, если нужно какой-то богословской критерии воцерковления, то если жизнь человека в церкви, как организм, как теле Христом, дает те плоды, которые написаны у апостола Павла в послании Галатам, да, то есть плоды. Любовь, радость, мир, пользу. Доводотерпение, радость. Ну, вот, в общем, я думаю, что, да, крутость, да. Я думаю, что, ну, это идеал какой-то, да, то есть вот, ну, вообще это та цель, которая, для которой все. Ну, вот правильно ли я понимаю, что, или вернее, лучше так сказать, ну, наверное, тоже стоит договориться с термином расцерковления. Что мы подразумеваем под расцерковлением? Не всегда это значит прекращение духовной жизни и общение человека с Богом. Он выходит, человек выходит просто из института, но продолжает, например, молиться, быть верующим, но на своем каком-то личном внутреннем уровне. Или же расцерковление автоматически предполагает и прекращение всякой духовной жизни. Ну, а это будет зависеть от того, что мы, собственно говоря, это нет такого, опять-таки, да, термина, скажем. Нет. Готово, что мы вкладываем в это? Духовная жизнь может быть вне церкви, вот так. Или, то есть, ну, люди, например, вот огромное количество людей говорят, у меня Бог в душе. Понятно, что фраза сейчас уже избитая, забитая, и мы говорим, что такого быть не может, или это может быть, но тогда конкретизируйте. А вот люди, которые расцерковляются, которые выходят из церкви, говорят, что вот они вот, ну, в чем-то разочарованы зачастую, и говорят, вот дальше мои отношения, вот вроде бы, да, то, о чем вы сказали, полнота общения с Богом. Она у меня, говорит, человек есть. Она у меня есть. Здесь очень разное, например, что расцерковление очень разное. Для кого-то это очень болезненный разрыв с выходом, с официальным заявлением во всех соцсетях, что я теперь, значит, не считайте меня православным, я теперь, значит, атеист, там, да, или агностик, или еще что-то. Или просто верующий. Да, или, а для некоторых это просто, можно мне считать расцерковлением просто расцерковлением, расцерковлением, снижением, снижением, ну, да, даже просто интенсивности его. То есть человек совсем не пропадает, но вот этого запала уже нет, да, то есть вот он жил, скажем так, да, какой-то, ну, активной общинной жизнью, а теперь начинает ходить, там, раз в год причащаться, как по синодальному это. Это расцерковление, он совсем не выпал, но это расцерковление или нет? По сравнению с тем, что было. Здесь надо смотреть, ну, как бы, динамику, да, то есть, и поэтому очень разное. Кто-то выпадает очень агрессивно, и у него потом претензии кучи к церкви, да, никогда мимо не пройдет, и на каждом заборе обязательно напишет какой-нибудь пакет, да, то есть считает своим долгом, да. А кто-то просто, ну, как бы, знаете, как-то вот затухает, и вроде бы ему как-то даже себе не хочется признаваться и как-то боязно сказать, что я теперь совсем вне, но это просто другой совсем, действительно, другой уровень жизни в церкви. Это тоже, наверное, какое-то расцерковление. Ну, раз все-таки мы говорим, если пытаться говорить просто о вере, я бы хотел здесь привести аналогию, которая может нам, ну, наверное, многое понять, уяснить, по моему мнению. Ну, вот часто Господь сравнивает отношения с Богом, ну, соответственно, церковное отношение с семьей. Я думаю, что здесь совершенно справедливо было бы, ну, естественно, сужающее много каких-то моментов, но все-таки отражающее основное существо человека в церкви отношение с семьей. Что назвать семьей, вот если мы это сейчас скажем, да. Есть ли формальное, неформальное ее? Да, есть формальные признаки семьи, да. То есть люди объединяются в семью через там некий акт, ну, акт росписи в ЗАГСе, и верующие люди в сакральный акт – это венчание перед Богом, дают обеты. По сути, точно так же, человек, входя в церковь, есть момент, который называется крещением, затем таинство миропомазания, без которого, ну, нельзя сказать, что человек в церковь вошел. А вот дальше точно так же, как в семье. Насколько человек, кто-то, придя в семью, он приходит, желая получить что-то, он приходит, потому что думает, что так ему удобнее будет, так ему будет комфортнее, потому что все так делают. Ну, особенно. Сейчас, конечно, снижается такая популярность в семейной жизни, и даже некоторые говорят, что семья вообще не нужна. Но вот еще лет 30 назад мы знаем, что там молодому человеку или девушке там после какого-то возраста считалось странно оставаться вне семьи. Так вот и в церковь точно так же могут люди прийти по самым разным причинам. И опять это не значит, что бывает, что некоторые по каким-то внешним причинам приходят, но потом находят в церкви себя. А как найти себя? Да, точно так же, как в семье. Если человек находит в семье служение, то есть он начинает, понимает, что семья – это не для того, чтобы мне послужили. Да, как Христос сказал. Я пришел не чтобы мне послужили, а чтобы мне послужить вам к спасению. Вот точно так же и в церкви. Если человек, пройдя вот этот первый период, может быть, неофитства, у кого-то он вообще не очень понятный, потому что их крестили в детстве, и они вместе с семьей проходят вот эти все борения, часто гораздо менее явные, но они все равно проходят. Но если человек в конечном счете, ну вот подросток, который был в детстве крещен, а в подростковом возрасте вдруг понял, где он может послужить церкви, что это его семья, что это часть его, вот тогда эта семья живет, функционирует, и человек в этой семье живет и функционирует. Если же все остается на уровне формальности, ну вот, и здесь действительно не в чистоте, там, причащение, наверное, вопрос, да, это точно так же, как сказать, семья настоящая, это где муж жену обнимает каждый день, а вот если через день, то это уже не настоящее. Конечно, нет. Мы знаем, что разные формы есть взаимодействия, разные люди, разная потребность поговорить друг с другом, но совершенно точно, что если, ну, к примеру, кто-то из супругов хотел бы поговорить или обнять другого, а другой говорит, нет, мне это неинтересно, это твои интересы, вот в этот момент семья уже, даже если она зарегистрирована, не разведена, она начинает разваливаться. Вот точно так же и в церкви. В тот момент, когда человек начинает внутренние претензии предъявлять прежде всего к церкви, я не говорю о том, что их не может быть, они могут быть претензии, так как в нормальной любой семье мы можем друг другу сказать, вот это вот мне нравится, вот это мне не нравится, давай что-то изменим. Точно так же и в церкви. Отец Максимов, я прошу прощения, а вот прекрасное замечание про семью и про служение, оно, мне кажется, мы с вами до эфира, в общем-то, эту тему немножечко успели пообсуждать, что действительно степень воцерковленности определяется наличием служения человека в церкви. Но, как вам кажется, вот у священников, мы знаем, есть профвыгорание, и профдеформация есть, и профвыгорание есть. Что делать, когда у человека начинается такое же выгорание в отношении своего служения при церкви? Ну, вот он, я не знаю, протирает целыми днями эти полы в храме. Изначально он воспринимал это как служение тряпочкой, отец Александр Шмеман это так называл. А потом это как-то уходит, и приходит уже вот, что ходит, топчет, и постепенно градус вот этого осознания своего служения, он пропадает. Вот в данном случае, как это можно преодолевать? Можно, по моему мнению, я, может быть, как-то не отражу все многообразие возможностей в этом случае, но в свое время как-то очень интересную я прочитал фразу, что если вдруг ты начинаешь уставать в своем служении, это значит, что ты служение приписываешь только себе. Ну, то есть, если ты начинаешь чувствовать, что тебя раздражает, особенно в служении с людьми, раздражают люди, раздражают те, кто приходит. Это значит, что в какой-то момент ты для себя решишь, что это я так делаю, это я такой молодец. И в этом случае мы знаем, что Господь, он очень тактично подходит. Он говорит, ну, ты делаешь, значит, ты и делай. Вот. Как только человек начинает себе приписывать вот то, что он вообще-то на самом деле делает с помощью Божьей, то он начинает уставать. Ну, по крайней мере, вот в моей практике это почти всегда работает. Когда я начинаю уставать, я сразу начинаю думать. Ну, наверное, я слишком думаю о себе, как об источнике тех благ, которые на самом деле Господь изливает через меня. Ну, и, наверное, тут можно общие, применить принципы общей психологии, труда, общей психологии, общения. Если какая-то деятельность, она становится трудной или вот такой вот привычно уже неприятной, то порой стоит как-то, может быть, на время поменять служение. И опытные духовники, ну, например, в монастырях тоже об этом знают. То есть, как правило, если они видят, что монах на том или ином служении стал или гордиться, или уставать, что, опять-таки говорю, очень связано, то они отправляют на другое, на коровник, например. Это не только для того, чтобы наказать, да, это не как в армии, чтобы наказать, а порою как раз для того, чтобы из этого контекста человек ушел и позволил себе как-то по-другому взглянуть на себя в церкви. Вот на приходе не всегда есть такие возможности, к сожалению, действительно. И не всем есть эти послушания, даже тряпочки не на всех хватает, да, и подсвечников там, чтобы их убирать, не на всех хватает. Но здесь я бы хотел сказать, что служение, оно может пониматься более широко. Ведь для какого-то, к сожалению, мы привыкли, что свидетельство, например, о Христе, это такая протестантская, как бы, да, прерогатива. Но ведь Христос-то не протестантам говорил, он церкви своей говорил, то есть нам в первую очередь, нам православным говорил, что свидетельствуйте о мне. То есть свидетельство, проповедь Христа, конечно, не как, опять-таки, так сказать, секты, которые ходят в дома, стучатся и начинают всеми силами вовлекать, а среди своих близких на работе свидетельство о Христе, свидетельство о вере православной, защита православной веры, защита своей церкви, это тоже служение. Правильное, хорошее, профессиональное исполнение своих обязанностей, казалось бы, не связанных с церковью, это тоже служение, потому что, если люди знают, что ты человек верующий, церковный, сколько раз мы священники слышим, вот он ходит в церковь, а потом он, типа, на работе ворует или обзывается на кого-то или еще что-то, то есть это же тоже служение, в конце концов, семья своя, это тоже служение, поэтому служение найти можно, и желающий человек служение для Христа, для церкви найти может в самых разных областях. И вот я не договорил предыдущую фразу, проблема-то это как раз в том, когда ты кроме неких претензий к церкви, как к своей семье, вернее, кроме претензий к себе, ты начинаешь в первую очередь предъявлять претензии к церкви. Вот это сложно, это проблема, потому что точно так же, как и в семье, когда оба супруга начинают прежде всего требовать, а не прежде всего себя пытаться менять, это значит, что скоро семья распадется. Вот такая вот аналогия. К вам вопрос, опять же, к церковному историку. Проблема расцерковления существовала всегда или это нечто новомодное? Ну, то, что происходит именно в современной культуре христианской. Нет, я думаю, что это, естественно, не новомодное, это, собственно говоря, как вы начали с утверждения Олеси Николаевой, в общем, что, если понимать расцерковление достаточно широко, то есть, не вот просто выход из институции, тогда это будет отдельная история, а вот как, начиная с Адам Рев, то это вечная история, поэтому, но если говорить уже поуже, в смысле расцерковления, как мы все понимаем, то тоже нет, конечно, не вчера, мы знаем, что у нас есть опыт начала 20 века. Вот я как раз хотел к нему обратиться, почему вот огромное, часто задают этот вопрос, православная страна, государственная религия христианства, царь православный, император, все православные, там, не знаю, все ходят в храм, все знают отче наш, и вдруг, как случается 17-й год, и все именно эти вот церковленные люди начинают просто вести себя, ну, совершенно, мягко говоря, не по-христиански. Ну, это именно потому, что это очень болезненно, но очень важный был опыт, наверное, мне кажется, что его все равно следовало пережить. Вот эти все, такого рода кризисы, ну, понятно, что они чреваты кровью, чреваты погромами, чреваты, ну, там, то же самое было еще раньше при французской революции, то есть, у нас католическая церковь тоже очень досталась, но это опыт, который их пережить все равно надо, потому что он показывает, ну, потому что не могло длиться вот это формальное благочестие, которое было в снидаре в период, но вечно длиться не могло, то есть, оно должно было как-то перерождаться, или вот так жестко, кризисно, революционно, или революционно, да, то есть, так сказать, была пройдена какая-то, ну, мы пошли по сценарию наиболее жесткому, вот, и, то есть, опыт главный, который мы вынесли из вот этого болезненного всего, значит, периода, то, что оказывается, что, вот, церковным человеком по-настоящему, вот, все перечисленные вами вещи они не делают, то есть, знать все чинение, это не значит быть сокровным человеком, тебе заставить можно выявить что угодно, зайца можно курить научить, да, говорят, вот, то есть, знание каких-то других ramer, ну, действительно, сильно прививали, да, и то есть, без этого, без знаний, без каких-то знаний было сложно получить хорошую отметку по закону Божьим, которая была просто везде, просто везде, обязательно, от слова совсем, и все это было достаточно формально, так сказать, обязательно принудительно, ну, да, ставились отметки о том, чтобы причащался человек, а не причащался. Человек, чтобы не иметь проблем в этих списках, потому что если несколько лет подряд не был у этих таинств, все равно списки составлялись. Ну, по крайней мере, до 1905 года было совсем, так сказать, все жестко, потому что у нас, в принципе, не было возможности выхода из... Мы же понимаем, что все-таки настоящее воскресковление — это подлинная, глубинная какая-то встреча личности с личностью, то есть большой буквы с Христом. А это все не может быть принудительно. То есть нельзя заставить встретиться с Христом вот такими мерками, что ты просто не можешь формально выйти из православной церкви, иначе поедешь в Сибирь. У нас до 1905 года любая попытка официально выйти... Ну, вот у человека такой духовный поиск. Ну, вот так. Мы не говорим, что это плохо или это хорошо, мы не сильно этому радуемся, но человек вот осознал, что он или в другую христианскую конфессию испресса, даже вот и внутри христианства. То есть выход из православия, я не знаю, в католичество, в лютеранство был запрещен. А если человек пытался уйти, не знаю, в ислам или куда-то еще, то это вообще детей из Амалии, человека отправляли в Сибирь или за Кавказе. То есть служило ли это на пользу настоящему воцерковлению, подлинному, какому-то христианскому просвещению? Нет. К сожалению, отдельные такие чуткие и островидящие люди это понимали, писали об этом. Достаточно почитать публицистическую начало 20 века. Но в целом система была очень такая консервативная, я бы сказал, неповередливая. И то есть, ну скажем так, официальное руководство империи и церкви, наверное, это до определенного времени устраивало. Ну вот такая внешняя забота, такая государство, оборона такая, охрана, да, охранительная функция. Когда государство брало на себя эту роль, ну просто запретили выходить из православия, и все. То есть и многие другие вещи были. И после пятого года, когда вдруг начинается, ну условно говоря, религиозный плюрализм, когда стало можно, ну там же был вал отписок из православия. Сначала осторожно, пробно, там не желательно.